Здравствуйте, Татьяна Семеновна. Вы сегодня проехали по Щелковскому району, но не по всему, конечно, только по некоторым населенным пунктам. Каковы ваши впечатления о нашем районе по итогам этого объезда? Здравствуйте, Сергей. Отвечу коротко. Неплохие впечатления после моего объезда. И я хочу сказать, что самое главное, что я вижу с моего прошлого приезда значительные изменения в лучшую сторону. Наверное, это самое главное в нашей с вами работе, чтобы и мы, и жители видели позитив. А сегодняшние позитивные изменения, повторюсь, они были налицо. В чем эти изменения позитивные заключаются? Вы знаете, в благоустроенности. Я увидела сегодня серьезный результат, мне кажется, напряженной работы местной власти по преобразованию общественных пространств. Я увидела красивейшую пешеходную зону, улицу Парковая, где действительно за достаточно короткий срок были сделаны грандиозные работы. И жители теперь имеют хорошую возможность, мне кажется, отдыхать, прогуливаться именно по этой зоне и, наверное, получать приятные впечатления. Кроме этого, мы заехали и посмотрели на вновь комплексно благоустроенные дворы, а их все-таки было сделано немало в прошедшем году, более 50. Мне понравились те детские игровые площадки, которые действительно отвечают всем нашим современным требованиям. И что очень важно, это я видела, они очень востребованы местной детворой. То есть вот те изменения, которые были, они налицо. Сделано дополнительное количество новых парковочных мест. Вопрос парковки еще стоит остро, это было видно, но уже дополнительные парковочные места тоже есть. Это тоже облегчает жизнь жителям Щелковского района. Ну и, конечно, я посмотрела на новые фонари. Светильники были заменены и новые опоры поставлены. Я увидела большую работу по выпиловке деревьев. То есть здесь тоже мы говорим о тех вещах, которые можно было заметить. Безусловно, сейчас такое время года, когда весь растаявший снег превратился в лужи. И огромное количество подтоплений, которые мы тоже фиксировали в рамках нашего инспекционного объезда, не плюсовали этот город. Но, тем не менее, работа по уборке, по рыхлению снега, по вывозу снега, она велась. Ну и это, наверное, самое главное. Если можно какие-то конкретные цифры назовите, ну, наверное, первое, самое главное, какое место в рейтинге среди муниципалитетов Московской области занимает Щелковский район, ну, по итогам, скажем, зимнего сезона. Зимнего сезона, да, действительно, мы рейтингуем все муниципалитеты каждые три месяца, весной, летом, осенью, зимой, для того, чтобы в первую очередь иметь возможность сравнивать их с соседними муниципалитетами, ну и смотреть динамику. Понимаете, динамика для нас сейчас самая главная. Что касаемо Щелковского района. По итогам зимнего рейтинга Щелковский район среди муниципалитетов себе равных, то есть это большие муниципалитеты по площади, это плотнонаселенные муниципалитеты с хорошо развитой инфраструктурой, транспортными развязками. Вот такие муниципалитеты, они у нас сгрубированы в одну категорию. Их у нас 20. Так вот, Щелковский район по итогам зимы занимает 13 место. Это середина. Но я хочу сказать, что я смотрела статистику прошлых рейтингов, и каждый новый квартал Щелковский район добавляет. То есть у него хорошая позитивная динамика. Он начинал практически с красной зоны. Сейчас он уже в желтой зоне, и я, в общем-то, думаю, что если дела пойдут так и дальше, то он имеет все возможности подниматься выше и выше в направлении деятельности Госантехнадзора. Наверное, зимний рейтинг был одним из самых тяжелых рейтингов для всех муниципалитетов без исключения, потому что зима была непростая, многоснежная, и снега выпало, конечно, больше нормы. Поэтому все усилия, в общем-то, глав были направлены на своевременный вывоз снега. Я вижу, что эта работа велась. Территориальный отдел меня информировал по этому поводу. И, конечно, с очисткой дорог, то есть первоочередные мероприятия по расчистке дорог и вывозу снега, они были сделаны, и сделаны вовремя. Тормозил район где-то в несвоевременной очистке внутридворовых территорий, где-то детских площадок, где-то не вовремя и не в полном объеме вывозился снег. Вот эти критерии, а у нас их в зимнем рейтинге было больше 50, и потянули несколько районов вниз. Тем не менее, грандиозного количества жалоб из Щелковского района на зимнюю уборку по этой зиме не было. Жаловались люди, но люди жалуются всегда. Это правильно. Тем не менее, вот этого обвала жалоб, который мог бы быть, имея такие снежные заносы этой зимой, его, слава богу, не было. Поэтому я все-таки считаю, что коммунальщики, первое, и те управляющие компании, которые добросовестно работали всю зиму, не покладая рук, те управляющие компании, которые социально ориентированы на жителей Щелковского района, справились на пятерку. Да, были ответственные люди, были недобросовестные управляющие компании Щелковского района, которые практически валили эти зимние работы, но на таких у нас назначались штрафы, в Щелковском районе в том числе. Общая сумма штрафов составила по спецоперации «Снегопад» около 2 миллионов рублей. Это большая сумма? Вы знаете, есть муниципалитеты, где эта сумма гораздо больше. Поэтому это так называемая середина. Татьяна Семеновна, какую работу оказывает территориальный отдел Госаднотехнадзора по благоустройству района? Ну вот помимо того, что вы уже сказали, докладывает своевременно вам о всех нарушениях. Ну вы знаете, конечно, Госаднотехнадзор ведет очень большую работу. И основное направление это, конечно, чистота, порядок и благоустройство. Весна – особый период, когда снег тает. И очень серьезно по разным причинам затапливаются улицы, дворовые территории, дороги, тротуары, пешеходные зоны. И людям это, конечно, доставляет серьезный дискомфорт. Поэтому именно весной Госаднотехнадзор обязан следить за надлежащим состоянием территории. По каким причинам это бывает? Конечно, это могут быть и дефекты рельефа. Это могут быть и ямы на дорогах, в общем-то, проломившийся асфальт за зиму. Это могут быть и какие-то инженерные технические аварии, которые приводят к паводковым ситуациям. Но в большинстве своем, это касается Щелковского района, это, конечно, повсеместное практически отсутствие ливневой канализации. В связи вот с такими, как это сказать лучше, стартовыми позициями, к сожалению, непростыми, особенно инспектора, конечно, пристально следят за теми местами, где чаще всего образуются эти лужи, где может быть этот паводок и принимают экстренные меры. Поэтому с этой недели мы приступили целенаправленным образом к этой работе для того, чтобы все-таки Щелковский район не утонул. Где-то должен вовремя рыхлиться и вывозиться снег, где-то с помощью дренажа опустошаться эти лужи. Ну, в общем, вот эта работа у нас сейчас на первом плане. Вторая тоже острая проблема, о которой мы должны говорить в этот период, это проблема появляющегося мусора после схода снежного покрова. Это период, когда снег ушел, травы еще, зелени нет, и в этот период все эти мусорные навалы очень хорошо видны из-за мусоренности территории тоже. Поэтому нельзя упустить время, нужно в этот период прям практически начинать работу по уборке территорий. То есть за этим тоже наши инспектора серьезно следят. Опять же, я хочу сказать, что для нас очень важно именно эта неделя, да и последующая весна, очень много церковных праздников. И большое количество людей посещает территории храмов, посещает территории кладбищ. И наши инспектора, конечно, тоже приоритетно надзирают и контролируют состояние этих объектов. Потому что территория кладбищ, территория храмов должны быть все-таки, особенно в такие дни, находиться в надлежащем состоянии. Ну и надо, конечно, сказать о том, что май месяц это уже начало где-то дачного периода. Большое количество дачников приезжает, в том числе и в Щелковский район. И, безусловно, профилактика заключения договоров на вывоз мусора тоже входит в приоритетные задачи весеннего надзора службы. Ну, не секрет, конечно, что без помощи общественности достаточно сложно добиться каких-то высоких результатов в благоустройстве территории, всего района нашего. Какие мероприятия проводят ваши общественники вот в этом направлении? Да, действительно, общественный совет при госомтехнодзоре создан. Туда входят люди не только разных конфессий и политических взглядов, но и разных возрастов. Они объединяют огромное количество наших жителей, имеющих активную гражданскую позицию. Эти люди, безусловно, помогают нас во всех мероприятиях. Если мы говорим о весне, то, конечно, в первую очередь это уборка. Вообще у нас 21 апреля намечен губернатором субботник, общий областной. Поэтому принять участие в этих мероприятиях обязан каждый наш волонтер, каждый наш доброволец, каждый наш внештатник. И говоря уже о штатных инспекторах госомтехнодзора. Кроме этого, особенно весной, наши внештатники, они работают вместе с нами, проходя по всем детским площадкам. Потому что ни для кого не секрет, что после зимы детская игровая инфраструктура, ну, почистую, имеет не всегда хорошее состояние. И наша задача, чтобы в кратчайшие сроки они были приведены в порядок. Касаемо Щелковского района, я хочу сказать о том, что здесь два есть серьезных позитивных момента. Первый – это отсутствие бесхозных детских площадок. То есть за каждой детской площадкой закреплен хозяин. То ли это администрация, то ли это управляющая компания. Но это очень важно, что инспектору госомтехнодзора есть кого спросить за состояние этой детской площадки. И второе, что все-таки муниципалитетам проведена огромная работа по ликвидации жестких подвесов на всех детских площадках, которые очень опасны для играющих там детей. То есть, поверьте мне, не во всех муниципалитетах данная работа проведена полностью, здесь это есть. Поэтому это, конечно, большой плюс. Наши внештатники именно в этот период пристальное внимание обращают на состояние именно детских площадок, вовремя сигнализируя нам о тех или иных нарушениях, которые они выявляют. Ну, а сами граждане тоже, естественно, к вам обращаются с жалобами. Вы уже об этом сказали. Как много обращений было, скажем, в этом году? И какие наиболее часто встречаются пожелания граждан? Граждане обращаются... Ну, нет такого муниципалитета, Сергея, где граждане не обращаются. Граждане всегда жалуются, это обратная связь. На основании этой связи мы делаем какие-то для себя выводы и ставим какие-то приоритеты в проверках инспекторов. Если касаемся Щелковского района, то более двух тысяч жалоб поступило с начала года на портал Добродел областной из Щелковского района. На что жаловались люди? Ну, начало года – это зима, поэтому, конечно, большинство жалоб было на зимнюю уборку. Большое количество было жалоб на уборку мусора. И третья категория, на которую больше всего жаловались жители из Щелковского района – это неработающие фонари освещения. Вот примерно так распределились жалобы. Если мы говорим об жалобах, которые идут в отдел территориального госэмпехнозора, то их там было гораздо меньше. То есть, если мы берем статистику за прошлый год и сейчас, то количество жалоб сократилось в разы. Это тоже, я считаю, очень хороший такой позитивный момент. Значит, люди как бы меньше имеют возможность жалоба, значит, меньше нарушений, и значит, мы все правильно движемся в нужном направлении. Татьяна Семеновна, и в завершение нашего разговора такой вопрос. Что бы Вы хотели пожелать жителям Щелковского района в связи с началом весеннего и летнего сезона, естественно, с точки зрения Вашей службы? Я хочу сказать следующее. Щелковский район на сегодняшний день по итогам зимы занимает 13 место из 20. Повторюсь, что у него есть все возможности быть в лидерах. Частоты, порядка и благоустроенности среди всех муниципалитетов Московской области. Это раз. Второе, я хочу сказать, что подводя итоги, что видя динамику работы местной власти и динамику развития района, я отмечаю хороший рывок и хорошие позитивные перемены. Нужно, во-первых, администрации не снижать темп и двигаться в этом же направлении, но особый акцент на сегодняшний день все-таки перенести именно на уборочные мероприятия и на мероприятия по благоустройству дворов. Вот как раз таки в этих мероприятиях мне очень важно, чтобы максимально были вовлечены жители, жители Щелковского района, потому что от их решения зависит практически все. Какая будет пешеходная зона, какая будет набережная, какой будет двор, в котором они живут, в какой последовательности нужно ремонтировать дороги. У нас сейчас очень открытый диалог в правительстве Московской области ведется с жителями, и вот эти наши общественные обсуждения на самом деле для нас очень важны и нужны. Поэтому вот эта активность жителей в обсуждении этих вопросов, она очень важна. Это первое. Второе, конечно, мне очень важно, чтобы не только словом, но и делом жители Щелковского района помогали местной власти не только наводить порядок, участвуя в субботниках, но и поддерживать его. Поэтому экологическую культуру каждого никто не отменял. И, конечно, те условия, в которых живут, например, жители городского поселения Медвежьи озера, мне очень понравились. И мне бы хотелось, чтобы такой уровень чистоты, порядка, благоустроенности был не только в этом городском поселении, которое я сегодня увидела, но и во всех других городских и сельских поселениях Щелковского муниципального района. Мне кажется, что у нас, я говорю у нас, у жителей Щелковского района, у инспекторов Госэмтехнадзора, ну и, конечно, у местной власти все получится. По крайней мере, сегодня с руководителем, с главой я разговаривала, он сказал, что за год они добьются всех тех значений и показателей, которые мы сегодня обсуждали. Большое спасибо, Татьяна Семеновна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в телерадиокомпанию. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»